Здрась! Добро пожаловать в наш уютненький дурдом! Новости с полей! Все мы стали забывать, что наше существование это ебать какое громадное чудо и удача! Миллиарды лет эволюции и борьбы за... За существование привели нас туда, где мы есть сейчас! Нам, как человеческому виду, стоило невероятных усилий найти свой эволюционный путь и достичь вершин сознания! Чтобы в один прекрасный момент понять, что мы находимся на маленькой песчинке под названием Земля, вращающейся вокруг звезды по имени Солнце, и вся эта ебанистическая хуетень с огромной скоростью летит в космическом вакууме хуй пойми куда! О чем это я? А на самом деле окажется, что мы просто это... Чей-то чай. И когда-нибудь нас выпьют. Ах, но все это ничто по сравнению с тем, что наконец-то свершилось чудо! И это уже не просто лайфхаки! Это почти из хуйства! Такое изящное, что хуево туча в технически грамотных людей, сидящих сейчас перед мониторами своих голубых кинескопов, и верят в чудо! Халявное электричество реально существует! И кто... Бля, мне было... Я когда помню, когда эта срань началась, я такой думаю, что правда, что ли? Что я такой, чтобы это отрицать? Да пошел я нахуй... Лет 10 назад или 12 назад, когда впервые такие вбросы делали. Со своими тремя годами просветительской деятельности. Чтобы это отрицать. Да пошел я нахуй со своими тремя годами просветительской деятельности. Да, но это более сложная хуйня. Все равно будет гаврол. Это шумичный двигатель. Надо полагать, что многих с толку сбила красивая картинка. Все привыкли, что классический перпетум мобили с ютуба выглядит, как острый приступ диареи оптимуса прайма. Но здесь совсем другая история. Каков подход, каково внимание к деталям. Налицо заявочка на реально работающий образец. Ну что же, никогда такого не было. Главное, прихреначить светодиодную ленту. Ну, я же говорю, сбивает с толку. Выглядит-то красиво. Дрэгквины тоже выглядят красиво, но есть нюанс. Иногда большой. Ну что его, да. Спасибо за донат, Виталий. Проходя игру Лифи и Странги, я убедился, насколько я плохой друг и не могу спасти от суицида. Благо, есть возможность перепройти, но ощущения паганные. Ведь кажется, что в действительности такой же. Никогда не меняю свои решения при первом прохождении интерактивного кино, чтобы оно было такое, как есть. На самом деле, чаще всего получалось не то, что плохо. Бесит, когда ты сделать хочешь одно, но ты обосрался из-за неудобного управления, как у меня было в Heavy Rain. Обиднее, когда ты обосрался из-за ошибки в переводе, когда в Pictures. А, и это тоже, это прям пиздец. Это, это кошмар просто какой-то. Так, а о чем мы говорили? Писи-си-си залоп и красиво, прекрасно и уютно. А, о членах трапов, точно. Мяу. Я что-то просто хотел ляпнуть и забыл. Сальвадор когда-нибудь приводит к членам трапов. Сегодняшний наш гость нашей чрезвычайно занимательной серии телепердач особенный. Безо всякого преувеличения, нихуй собачий, а целый Сальвадор Дали нашел времени. Не Вася ебаный, а Леонардо да Винчи и Альберт Эйнштейн в одном лице. Не просто саный изобретун с Ютуба, а человек, постигший тайны мироздания. Наверное, именно так подумали все 146 тысяч человек, которые прислали мне этот видос на разбор. Начнем, пожалуй, с названия. Новый генератор бесплатной энергии 20, сука, киловатт. Бесплатная энергия навсегда. It works. Сука. Ну шо же, раз такие дела, значит, давайте сыграем в максимальную научность. Так, интересно, что же нам понадобится для того, чтобы собрать свой собственный генератор холянного электричества? Уэээть. Тык-тык-тык-тык-тык. Как всегда, никакие размеры, ничего не указано. А потом, Ютуб, ты неправильно собрал, но тебе не получилось. Ага. Так это, инструкцию давать? Или как это? Генератор холянного электричества? Этот... Покупайте подписку за 100 тысяч баксов, и я вам расскажу, да? Мне нравится эта имитация бурной деятельности. Адью? Да. Каждый раз. Молодец, да забрал. Так, сначала нам нужны трансформаторы. Бедная митрова новка. Ой. Глаза. Глаза. Что такое? Мурашки поползли. Знаешь, эти мурашки-сексуашки. А почему? Я же сказал просто глаза. Все, потому что я сексуашка. Блин, что же я хотел сказать-то в тот момент? Блин, забыл. Бесит. Дико бесит. Ай, блядь, сука. Пальчик прищемил. Ай, блядь. Ай, блядь, сука. Соболезную. Ай, блядь. 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 Ну что, более удобный способ все это разваливать. Я бы сказал, откуда вывозь. Ну да. Ну да. Расценируйте. Нам нужен кусок халявного алюминия. А, я вспомнил. Мне такой, думаю, этот, я еще хотел шуткануть, что, а, так он еще и, видимо, какой-то странный азиат или японец, или кто там, почему задом наперед. Все было написано, когда Дивя отзеркалил. Опа, смотрите-ка, нашел. Ну раз такие дела, то мы безотлагательно начинаем начинать. Какие кучеряшки. Красиво. Красиво? Ну, реально? Хорошо. Где, ебаный? А, вот. Изи. Тык-тык-тык. Что у нас тут дальше? Ага. Нам нужен двигатель. Это просто я вытаскиваю это, центральную часть из помпы в кошачьей поилке, чтобы промыть внутри. Ну, там, просто подцеплять не очень удобно, а идти брать пинцет или еще что-то не кайф. А оно там магнитненькое. Режим флэк. Изи. Угоди. Что-то на этом упоминает. Довольно-то какой. Прикольно. Так, что тут дальше? Ага. Магниты. Ебаный, еще сверху что-то упало. А, ясно. Для дальнейших наших манипуляций нам необходимо знать точные размеры наших магнитов. Для этого нам понадобится маленькая точность. Точность. Та ёб твою мать! Сука! Он сказал сначала завонялся. Фрезерный станок с делительной головкой, которую мы как раз таки и будем использовать для наших дальнейших манипуляций. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Так, теперь весь этот ребус необходимо сварить в кучу, блядь. Капец. Но у меня к этому изобретателю имеется один вопрос. А какого хуя, блядь, так далеко катушка находится от магнитов? Это же, блядь, такое бездарное растрачивание магнитной силы, блядь. Ладно. Наверное, я чего-то не понимаю. Ну вот это, конечно, мне нравится особенно сильно. Видите ли, в чём дело? Как бы вы и не старались и не складывали магниты в кучу, чтобы хотя бы в какой-то одной точке пространства вектора магнитных полей обоих магнитов оказывались бы параллельны друг другу и направлены в одну сторону, у вас нихуя не выйдет. Но если вам всё-таки удастся наебать все три закона сохранения энергии и всё-таки запихнуть один магнит в другой, точное удвоение при такой схеме будет в пределе бесконечного расстояния от магнитов, то есть как раз там, где это нахуй не нужно. Так как на бесконечности сами значения магнитного поля стремятся... Кого я нахуй-то здесь, сейчас объясняю. Короче, мы будем использовать один здоровый магнит, потому что три маленьких магнита это полнейшая хуета. Тик-тик-тик. Что там дальше? Ага. Нам необходим корпус. Тоже сводить надо. Ну надо же, какая удача. У нас, оказывается, внезапно оказалось, чисто случайно, четыре одинаковых отрезка какой-то трубы. Глаза! А, в этот раз есть. Ну, шварка? Ну да, точно. О! О, блядь! Похоже. Похоже. О! Да там котец системы. Долбаешься собирать. Ебать, урод, когда слишком научно получается. Ха-ха-ха-ха-ха! Уже весь видос какой-то слишком научный. Да! Максимальная научность. Халявное электричество – это такой геморрой. Халявное электричество – это такой геморрой. Потому что нет ничего в нашем мире халявного, кроме воздуха. Угу. И то он условно халявный. Ага. Опачки! Оттопырилась, блядь! Да и хуй с ним! Следующий! Хуяк! Тик-тик-тик! Будь! Перекосаёбилась, блядь! О! Заебись! Шуруповёр, блядь! Гиде! Гиде! Не совпало. О! Заебись! Ох уж это халявное электричество, ебать его, брат! Интересно, так ли выглядит хуй с винтом? Не совпадывает? За мэри! За-за! На всякий случай, чтоб не убежал! Хе-хе-хе-хе! Поспел! Тык-тык-тык-тык-тык! Халявой попахивает! Пойдёт! Я художник, я так вижу! Ну, время клеить магниты! Готовенька! С горем пополам! Ну, а так-то, если разобраться, наши магниты в данный момент взаимно отталкиваются, поскольку полярности у них совпадают, и для того, чтобы всё это застыло в правильной позиции, нам необходимо всё это немножко прижать чем-нибудь. Для этого нам понадобится баллистический гель. Пилим! Сверлим! Чуть кардан на звёздочку не намотало, блядь! Хе-хе-хе! Ещё раз! Очко-очки на скитапочке! И снова пиляем! Раз! Два! Три! Жоп-да-три! О! Какахи повылазили! Ну, всё! Ждём! Зажал! Шли годы! Хуйня делов! Неделя ебли! Нашёл применение в мои ноги? Хотелось бы выверить, что вся та хуйня, которой я сегодня так долго занимался, а вернее целую неделю, блядь, имела хоть какой-нибудь смысл! Но кого я здесь пытаюсь наебать? Кроме себя! Ну шо же! Момент истины! Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ А вы прямо думали, что оно заработает? Эта ж сука, блядь, гениально изобразит, что от одной единственной катушки от микроволновой печи что-то может заработать. Ну, конечно же, все кругом долбоёбы и не в состоянии догадаться, что можно подключить вольтметр к катушке и померить, сколько на самом деле она генерирует электроэнергии. И вот здесь возникает, конечно же, вопрос. Ну вот просто как? Как так получается, что при втрое большей силе магнитов в нашем случае мы сняли с катушки всего лишь 60 вольт? А тут, блядь, 220. Нихуя себе в параллельной реальности, какой КПД в одной катушке. Катушка. Розетка с двигателя. Нихуя не работает. Схуя ли 220 вольтовый двигатель заработает от 60 вольтовой катушки? А ещё у меня, родной, к тебе есть вопрос. Как так получается, что когда ты запускаешь свою вундервафлю, она выходит на обороты, равные ровно 60 герцам в сети? Хотя нет, не объясняй. Да-да-да, и кусочек её он не показывает совершенно просто так. Угу. Наверняка там стоит какая-то очень сложная внутри электроника, которая стабилизирует вращение ротора двигателя, на частоте 50 герц и прочей пиздёж. Халявное электричество бывает только, если ты пиздишь его у соседа. Всё это весёлая затея, не более чем... И то, потенциально оно не халявное, потому что можно получить пиздов. Весь наш мерч находится по ссылке в описании. Добро пожаловать отсюда! Спасибо. А вам спасибо за просмотр. И увидимся.